Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». «Да будет свет», — сказал монтёр и перерезал провода. Вот в подобной ситуации может оказаться и добросовестный энергоплательщик. Как избежать такой ситуации, что такое энерговоровство и какие штрафные санкции за это предусмотрены, будем узнавать у нашего гостя, начальника Раменского производственного участка Южного управления энергоучёта филиала ПАУ «МАЭСК-энергоучёт» Павловой Ольги Ивановны. Здравствуйте! Ольга Ивановна, вот как не оказаться в такой ситуации и почему добросовестный плательщик может остаться без света? То есть как избежать подобной ситуации? Значит, данная ситуация возникает в том случае, когда происходит нарушение со стороны потребителя, то есть осуществляет безучётное потребление. То есть данное безучётное потребление — это устанавливают магниты на приборы учёта, делают набросы, истёк межповерочный интервал у приборов учёта, так же, как и заряженные приборы учёта, то есть это внешнее вмешательство в приборы учёта. То есть данное потребление уже становится как потребление электроэнергии с нарушением, так же, как и бездоговорное потребление. То есть это потребление электроэнергии в отсутствии договора энергоснабжения, так же, как и отсутствие надлежащим образом оформленного технологического присоединения. Ну, я так понимаю, всё, что вы перечислили, эти действия потребителей можно как раз и назвать как хищение электроэнергии. Да, совершенно верно. Почему данная проблема так актуальна для энергетиков? Хищение электроэнергии приводит к дополнительным затратам сетевой компании на покупку электрической энергии для компенсации хищения этого электричества. Эти средства могли быть использованы для модернизации строительства новых объектов, для того, чтобы у потребителей было повышенное качество электроэнергии, которое в данный момент просто необходимо. Но вот, к сожалению, деньги уходят, затраты МАЭСКО уходят именно на оплату потребленной электроэнергии. Так сказать, воров, да? Да, воров. Какие неудобства доставляет энерговоровство как раз добросовестным энергопотребителям? Ну, повышенные несанкционированные нагрузки, то есть бездоговорное, безучетное потребление, ухудшает качество электроснабжения потребителей добросовестных. Также это приводит к росту тарифов за электроэнергию. Как найти энерговора? Давайте разные ситуации рассмотрим. Например, если это многоквартирный дом, и поговорим, если это частный. Значит, нами, энергетиками, проводится масса мероприятий для выявления таких недобросовестных потребителей. А именно это анализ электроэнергии, балансов фидеров, населенных пунктов. В том числе это проверка заключенных договоров, технологического присоединения, расторжение таких договоров. Так же, как и проведение рейдов в населенных пунктах. Но это все-таки больше относится к частным доволадениям, да? А вот все, что касается многоквартирных домов, то здесь, скорее всего, уже на совести, опять же, того, кто ворует. И либо соседа, который понимает, что что-то не то с его электричеством становится. Да, это равносильно тому, что происходит и в населенных пунктах. То есть в многоквартирных домах это расценивается точно так же. Если, например, я понимаю, что мне вдруг ни с того ни с сего стало увеличиваться потребление электроэнергии. Какие мои дальнейшие действия? Что я должна сделать? Вы можете обратиться как в энергосбытовую, так же в электросетевую компанию с обращением, что у вас возникли увеличения потребления для осуществления проверки данного прибора учета. Не было ли каких-то несанкционированных вмешательств со стороны как самого потребителя, так же и его соседа. Это вот все, что касается многоквартирного дома. А если человек проживает в частном, либо в СНТ, есть какая-то разница, частное домовладение, либо СНТ? Там тоже, наверное, какие-то нюансы могут быть. По поводу частных владений, значит, если это сети по ОМАЭСК, так же потребитель может обратиться как в сетевую компанию, так же, как и в МОСЭНЕРГОСБЫТ за данной проверкой. Если это сети СНТ, они принадлежат на праве собственности СНТ, то ответственность за данные сети несет СНТ. То есть, соответственно, что имеется договор энергоснабжения общий в СНТ, и СНТ оплачивает все эти потери. То есть, контроль потребления электроэнергии и потери в данном населенном пункте несет уже СНТ, и они разбираются по данному вопросу. Ну, а если у каждого члена СНТ заключены прямые договоры, и он также понимает, что что-то опять у него как-то увеличилось энергопотребление, то изучает провода, вызывает электрика СНТ и смотрит, есть ли какое-то несанкционированное подключение. Да, совершенно верно. Подключился сосед или нет? Да, то есть, эта проверка проводится. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот какие опасности таят в себе так называемые набросы на электросети? Это так называется, да, когда хищение происходит? Да, совершенно верно. Несанкционированные неумелые присоединения к электросетям могут привести к тяжелым электротравмам как самих тех потребителей, которые осуществляют этот наброс, так и третьих лиц. Мало того, что это может быть и возгорание того дома, строение, которое непосредственно подключено путем наброса. То есть, последствия очень плохие. Так же, как и накладывается штраф на потребителей, если выявляется такое нарушение. Ольга Ивановна, скажите, пожалуйста, а как часто выявляют недобросовестных потребителей? Есть какая-то статистика? Да, статистика есть. Вот с начала этого года в Люберецком, Раменском, Ленинском районе выявлено 172 акта безучетного потребления на 57,2 миллиона киловатт-часов. В деньгах это составляет 76,5 миллионов рублей. Бездоговорного потребления также выявлено 57 актов на 9,7 миллионов рублей. В деньгах это составляет 34,3 миллиона рублей. Скажите, а как часто вы проводите рейды? И кто в этих рейдах участвует? В этих рейдах участвует как сетевая организация, так же и энергосбытовая, то есть проводим совместные рейды, так же, как и самостоятельные. То есть сотрудники ПАО МАЭС, квалифицированные, знают требования к выявлению безучетного и бездоговорного потребления. Все согласно действующего законодательства оформляются акты проверки, и далее появляется акт бездоговорного или безучетного потребления. То есть если выявлены какие-то нарушения и выявлено хищение, отключается сразу же потребитель? Да, обязательно отключается сразу, то есть предотвращается данный факт потребления, как безучетного, так и бездоговорного потребления. Мало того, что накладывается штраф, согласно постановлению правительства Российской Федерации номер 442 от 4 мая 2012 года, объем и стоимость похищенного электричества определяется расчетным путем. И в несколько раз превосходит объем и стоимость фактического потребления по приборам учета данного потребителя. Кроме того, за хищение электроэнергии предусмотрен административный штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. И от 100 до 200 тысяч рублей для физических лиц. Наша съемочная группа как раз побывала на одном из таких рейдов. Предлагаю посмотреть данный сюжет. Сегодня незаконное потребление электроэнергии, к сожалению, не редкость. Вот и в этот раз сотрудники энергетической компании проинспектировали еще один адрес в деревне Островцы. Нарушитель самовольно снял с прибора учета пломбы сетевой компании, а также установил автоматический выключатель в 2,5 раза превышающий разрешенную мощность. По данной точке договорное обсуждение отсутствует, присоединение присутствует. Соответственно, наши сотрудники сейчас отфиксируют все обстоятельства данного факта в бланке соответствующего образца. После этого с даты последней проверки в данном месте произойдут расчет без договорного потребления. Расчет будет производиться не по показаниям прибора учета, а по сечению кабеля проводника, что соответствует 442-му постановлению правительства Российской Федерации. На территории развалин между двух построек нас встретила женщина с трудом, говорящая по-русски. На каком основании потребляете электроэнергию и как ее оплачиваете? Я не знаю, я не хозяйка. А вы здесь кто? Повар. Вы здесь повар. А кто тут еще есть? Прораб какой-нибудь? Нету, все работают. Все работают где? Не знаю. То есть в здании никого нет? Нет, нет. Затем женщина попыталась дозвониться до некой хозяйки. Безуспешно. Владелец этой территории, на которой есть два здания, между ними дымящаяся свалка бытовых и строительных отходов, так и не появилась на месте ЧП. Но откуда ни возьмись, к месту происшествия подожжил мужчина, представившийся Гариком. Как мне к вам обращаться, уважаемый хозяин? Просто Гарик. Просто Гарик. Гарик, вы хозяин этого всего? Гарик, расскажите, на каком основании осуществляется энергоснабжение вот этого вашего всего? Как вы потребляете электроэнергию? И самое главное, как вы за нее платите? После долгих представлений друг к другу сотрудники МАЭСК решили еще раз объяснить мужчине, по какому случаю они здесь. Гарик сообщил энергетикам, что вся документация у него есть. Договоры энергоснабжения тоже. Одно но. Все это находится в офисе. А если я провезу это все платежи? Если вы провезете договоры на осуществление по этому счетчику, да нет, нет его у вас. А если я провезу перед камерой, перед всех людей, вам увольнять из работы? Привозите, привозите, привозите. Или посадить? Привозите. Гарик, привозите. Чтобы занервы. Вот мы сейчас будем полчаса. Жди, привезите. К сожалению, спустя время Гарик так и не вернулся к проверяющим энергетикам с необходимой документацией и договорами. Представитель потребителя, который находился на объекте, где было установлено безучетное и бездоговорное потребление, в условленное время не прибыл. То есть составляется акт безучетного и акт бездоговорного потребления. Стоит отметить, что сегодня процедура заключения договора энергоснабжения максимально упрощена. Заявку можно подать в личном кабинете на портале МАЭСКО. Законное подключение к электроснабжению для потребителей, которым необходимо до 15 киловатт мощности, стоит всего 550 рублей. Это наверняка дешевле, чем стоимости похищенной электрической энергии и затраченных нервных клеток. Ну вот мы с вами сейчас просмотрели сюжет. К сожалению, там, да, оказалось, как раз электричество воровали. А как не оказаться в числе вот таких энерговоров? Может так оказаться, что вроде бы ты все проплачиваешь, ну человек думает, что все нормально, все хорошо у него, а потом вдруг он оказывается энерговор. Такие ситуации могут быть? Да, конечно. То есть необходимо своевременно оформить технологическое присоединение, заключить договор энергоснабжения, заменить прибор учета или сделать его своевременно на поверку, не допускать самовольного вмешательства в прибор учета и также не осуществлять набросы. Ну и подобные случаи, которые как бы являются нарушением. Ну и в случае, если все-таки сосед или там, не знаю, сам собственник понял, что, наверное, электричество у него ворует, куда ему обращаться? Если у вас есть подозрение, что кто-то рядом с вами ворует электричество, обратитесь по телефону горячей антикоррупционной линии ПАО МАЭСК по телефону 8 499 951 06 49. И еще такой, наверное, последний вопрос. Больше, наверное, относится к СНТ и частным домовладениям. Где лучше всего располагать приборы учета? Приборы учета лучше устанавливать на границе разграничения баланса принадлежности, а именно это либо трубостойка, либо опора, которая находится на улице. То есть свободный доступ может быть к прибору учета как сетевой компании, так же энергосбытовой компании для контроля и проверки потребления электроэнергии потребителя. Ну и вот насколько я знаю, что уже несколько лет, может быть лет сколько, 6 или 7 по закону как раз такие приборы учета должны находиться вне дома, то есть вне частного домовладения. Спасибо вам огромное, что вы нашли время, посетили нашу студию и мы смогли ответить на такие вопросы, как что такое энерговоровство, как не оказаться в рядах энерговоров. Я напоминаю, в студии программы «Открытый диалог» у нас сегодня была Ольга Ивановна Павлова, начальник Раменского производственного участка Южного управления энергоучета филиала ПАО «МАЭСК Энергоучет». На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин